приветствую всех на моем канале подписывайтесь кто еще не подписан нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео уже две недели на своем канале я вам показываю что обрабатываю свои орхидеи препаратом октара так как завелся вредитель а именно трипс и если во второй раз я уже этим препаратом только поливал орхидеи все таки он системный действует изнутри то в первый раз я еще опрыскивал свои орхидеи этим препаратов эти вот есть еще пятна где-то заметные на листьях и учитывая ту информацию что сейчас орхидеи две недели получают октару еще ближайшие две недели также будет получать октару в полив то есть ничем другим я их не поливаю то сегодня я буду применять комплексное удобрение азот фосфор калий плюс аминокислоты давать орхидеи по листу смотрите орхидеи находится в активной стадии роста у всех орхидей практически растут сейчас листья орхидеи всех практически сейчас смотрите растут корешки много есть новых у меня цветоносов вот растет цветонос вот еще то ли цветонос то ли детка будет пока еще непонятно то есть орхидеям конечно же надо дать вот этот комплекс удобрения азот фосфор калий который обязателен для полива орхидеи но аминокислоты понятное дело тоже всегда замечательно применять ну что будем с вами разводить любое удобрение перед тем как его применять надо хорошенечко взболтать далее на 1 литр воды я беру всегда теплую отфильтрованную воду идет два с половиной миллилитра этого препарата мне для опрыскивания орхидеи так немного не надо я взяла пол литра воды поэтому буду добавлять 125 миллилитров так опускаю в воду чтобы не было впрыска резкого вот так все и обязательно любую удобрение хорошенечко перенешиваем до 1 и теперь берем опрыскивать либо можно просто взять тряпочку смочить от тряпочку протирать по листу либо взять опрыскиватель мой любимый опрыскиватель который вам просто очень много раз уже показывала здесь очень мелкое деление либо берем профессиональный опрыскиватель который работает от батарейки и сделать и можно будет все очень-очень быстро любой опрыскиватель который у вас есть где его покупала удобно хорошо но все равно знаете здесь деление намного мельче на вот этих больших профессиональных опрыскиватели вы все равно не выставите такое самое самое мелкое деление чтобы визуально это было хорошо видно я наберу и в этот опрыскиватель этот препарат для того чтобы провести процедуру и также в профессиональный опрыскиватель немножко разлила тоже перелью этот препарат чтобы вам визуально показать насколько отличаются капли кроме того опрыскивание имеет также свои правила чтобы опрыскивание было эффективным и именно пылесос орхидея получила все эти микро макроэлементы есть следующие условия во-первых перед тем как проводить опрыскивание листья орхидеи нужно очистить от пыли и это будет именно не с той целью чтобы промыть листья а с той целью чтобы потом дальше дать вот эти именно элементы орхидеи посмотрите такие листья конечно я может быть пыль и не буду смывать то же самое с актарой но если вот особенно сейчас лето у кого-то орхидеи стоят на подоконниках окна открывается понятно что очень быстро загрязняются листья именно пылью то тогда протереть стоит кроме того опрыскивание мы с вами обязательно проводим и сверху и снизу листа потому что устица орхидеи которые есть на листьях и принимает вот эти вещества впитывают их они находятся именно снизу листа сначала покажу вам вот этот опрыскать и смотрите какое оно мелкое и как оно проявляется на листике орхидеи ведь его практически не видно а вот этому с вами возьмем профессиональный опрыскиватель и я вам покажу как работает он вот конечно моментом видите я все орхидеи 2 одновременно обработала но он лежит все равно вот таким образом на листьях орхидеи понятно такое происходит если вы проводите где-то в ванной можно провести если вы проводите в помещении то все вокруг там пол обои стены все у вас будет если на окнах вообще все стекла вот в таких капельках в разводах понятно что это в помещении проводить неудобно я его больше использую именно в ванной вот когда октары надо обработать там большой объем супер удобно хорошо когда надо какими-то препаратами обработать именно в ванной да ну а в комнате в жилом помещении конечно мне удобнее проводить вот эти опрыскивание вот этой баночкой. Я уже много раз ее рассказывала. Мне даже спрашивали, где ее купить, что сделать просто в аптеке. Покупала препарат солевой раствор для носа. Все. Вот эти баночки у меня и пооставались. Вот так. Таким образом, вот-вот-вот я буду опрыскать. Но, опять же, сверху обязательно листа и снизу листа. Далее, следующее правило. Помещение, в котором вы проводите опрыскивание и будет стоять обсыкать ваши орхидеи, оно должно быть теплое. И здесь не допускается сквозняк. Потому что, ладно, вот с этим, видите, я пазухи тут не залью. Но вот этим, например, опрыскиванием вот в пазухах может собираться листьев, вода, в точке роста может собираться вода. И чтобы не было проблем, тогда уже лучше берем после этого бумажную какую-то салфетку чем-то и вот так с вами убираем лишнюю влагу из точки роста и из пазух листьев. После проведения опрыскивания, кроме того, что нельзя орхидеи оставлять в помещении прохладным, холодным, со сквозняками, так же не стоит выставлять напрямые солнечные лучи. Так как вот эти все капельки, понятное дело, они будут усиливать действие солнечных лучей и орхидея может получить ожоги. Хотя сейчас летом вообще на окошках будьте аккуратны. Либо затеняйте, либо вообще убирайте орхидеи с окон, чтобы они не получили солнечные ожоги. Все, на ваших глазах вот буквально за пару секунд я обработала эту орхидею. Она полностью, видите, стоит такая увлажненная, получает микро-макроэлементы плюс аминокислоты, которые содержатся в этом комплексном удобрении. Теперь я спокойно орхидеей и обрабатывается. И в то же время я ей помогаю, даю силы для того, чтобы она растила вот этот новый лист, новые корни, потому что это орхидея. Она была недавно пересажена. То же самое и здесь орхидея была не так давно пересажена. Прошло буквально, может, месяц чуть больше. Она стала вот почку раскрыла, растить то ли цветонос, то ли детку. Естественно, она и приживается. Я ее посадила из классической системы, закрытую систему. Это новые условия для нее. Это раз. Во-вторых, она пересажена, приживается. Это два. В-третьих, она растет. Естественно, ей надо помочь этой орхидее. И надо сейчас ей дать удобрение. Нет возможности дать удобрение через корни, через полив. Ничего страшного. Не забывайте, что есть возможность давать орхидеям удобрение по листу. Бывает ситуация, что у орхидеи нет корней. Корни очень плохие. Они не могут потянуть удобрение. В таком случае тоже давайте удобрение по листу. Кроме того, что проводить вот такие опрыскивания, если кому-то неудобно, вот понятно, да, если вот такой опрыскиватель он просто заливает все вокруг. Берем просто тряпочку, смачиваем ее в этом растворе и протираем орхидею тогда по листу с двух сторон. Тоже будет хороший, замечательный результат. Так вот, я уже перехожу просто на следующую орхидею для того, чтобы провести опрыскивание и ее подкормить, ее поддержать. И следующие две недели опять же я буду проводить полив своих орхидей именно препаратами октара. Проводить вот эту процедуру опрыскивания лучше всего с утра, еще можно днем, но на ночь проводить процедуру опрыскивания не стоит. И это не зависит от того, применяйте его удобрение, либо просто водой орхидеи обрабатываете. В любом случае на ночь мы орхидеи не опрыскиваем. Только утро и в течение дня это можно делать. Кроме того, опрыскивание помогает орхидеям, когда сухой воздух, когда жарко. Мы поддерживаем тургор орхидеи летом. Замечательно! Главное, я говорю, чтобы у вас было тепло, не было сквозняков и проверяйте вот эти вот точки роста и пазухи листьев для того, чтобы орхидеям не натворить проблем. Применять для опрыскивания вы можете любое комплексное удобрение, которое у вас есть в наличии. А всем, кому было полезно это видео, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok